Итоги уходящего четверга подводят наши корреспонденты и я, Карина Гуревич. Смотрите сейчас. Путевка в мечту. Загородные оздоровительные лагеря готовятся к открытию сезона. Воспитательный состав у нас неукоснительно самый лучший. Кто отвечает за впечатления? На каникулы по безопасному пути в Беларуси с 25 мая стартует профилактическая акция. Уважаемые родители, будьте достойным примером своему ребенку. Где стоит быть внимательнее. Полет души и тела. В Бавруйске прошел юбилейный отчетный концерт ансамбля «Юность». Быстро, хорошо, ну, как говорится, с вечерком. О чем повествует балетная легенда. А также партнерская повестка, перестроенный маршрут и инновационный продукт. В Беларуси определен список высокотехнологичных товаров. Кому это выгодно? Президент встретился с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным. География сотрудничества у региона внушительная. 145 стран. Но, как отметил Александр Лукашенко, Беларусь занимает первое место. Товарооборот в прошлом году достиг практически 700 миллионов долларов. Тенденция увеличения сохраняется и в нынешнем. Партнеры близки к так называемому «золотому миллиарду», уверен глава государства. У нас есть стремление к наращиванию товарооборота. У нас есть резервы и большие резервы. И самый главный резерв – это санкции, как ни странно. Эти санкции все-таки во многом нас подтолкнули заниматься своими делами. Не смотреть там по сторонам, не только видеть, что там хорошо, но и создавать это хорошо у себя. Я вот все больше и больше, говорят санкции, санкции. Я задумываюсь над тем, что Запад, того не понимая, подтолкнул нас к интенсивнейшему развитию. На встрече белорусский лидер рассказал о деталях повестки предстоящего общения с Владимиром Путиным. Главные темы – импортозамещение и выполнение правительствами Беларуси и России соответствующих поручений. Осветить путь. В Беларуси с 25 мая стартует профилактическая акция «Внимание, дети!». В этот период утром и днем автомобили должны передвигаться с включенным ближним светом фар. Госавтоинспекция призывает водителей быть предельно внимательными при движении вблизи детских учреждений, проезде нерегулируемых пешеходных переходов, остановок транспорта и во дворах. Уважаемые родители, будьте достойным примером своему ребенку, объясняйте, как правильно нужно переходить дорогу, где необходимо играть, а также об элементарных правилах безопасности, где нужно кататься на велосипеде, каким образом это должно происходить. ГАИ также ищет очевидцев происшествия, которое случилось 9 мая в 14.45 в парке культуры и отдыха возле кинотеатра. Мужчина на электросамокате наехал на ребенка. Если вам известны какие-то подробности, просьба звонить по телефону 590199 или 102. Белорусский бизнес, зеленый свет и актуальный список. В частных медцентрах нельзя будет сдать ПЦР-тест с какого числа? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. В частных медцентрах с 30 мая нельзя будет сдать ПЦР-тест на COVID-19. Чтобы получить документ на русском и английском языках, для выезда за границу можно обратиться в 53 лаборатории. Актуальный список на сайте Минздрава. Малый и средний бизнес будет производить импортозамещающую продукцию для крупных предприятий. Пока речь о нескольких миллиардах долларов. Это то, что уже возможно с учетом уровня и наработанных технологий. Но обороты планируют увеличить уже в ближайшее время. Белавиа со 2 июня запускает новый рейс в Тель-Авив по измененному маршруту. Он будет выполняться с технической посадкой в Баку для дозаправки. В авиакомпании напомнили, с 21 мая не нужно проходить тестирование на COVID-19 в Международном аэропорту Израиля. В Беларуси определен перечень высокотехнологичных товаров. В него включены 160 наименований. Беспилотники, зарядные устройства для аккумуляторов, антибиотики, фильтры для воды. Прибыль от их реализации облагается налогом по ставке 10%. Цель льготы – простимулировать создание инновационной продукции. В Могилевской и Витебской областях сняли все ограничения на посещение лесов. Запреты все еще действуют в четырех регионах страны. Больше всего в Минской в списке 20 районов. За изменениями можно следить на интерактивной карте на сайте Минлесхоза. Школьный отпуск. Загородные оздоровительные лагеря готовятся к открытию сезона. Закуплена новая мебель и сделан косметический ремонт. Спланирована развлекательная программа. Всего в этом году в Беларуси будет работать больше тысячи учреждений. До самого долгожданного момента всех школьников остается чуть больше недели. Бобруйские лагеря усердно наводят лоск. Все, чтобы каникулы прошли не только насыщенно, но и безопасно. В мечте заканчивают последнее приготовление. Косят траву, красят скамейки и качели. Отдельное внимание уделяют спортивным хобби. Обновилась и теннисная площадка. Здесь оборудовали три стола, закупили мячи и ракетки. Территория крытая, играть можно в любую погоду. Корпуса тоже получают свою дозу обновлением. Практически завершен косметический ремонт. Мебель белорусского производства вместит все. От модных маечек до вечернего перекуса. Плюс качество. Тумбочки, кровати и шкафы встретят не одну лагерную смену. Освежили и санузлы. Все работы ведутся согласно документации, согласно ТНПА, а также всех рекомендаций от служб МЧС, санэпидемстанции, энергонадзора. Воспитательный состав у нас неукоснительно самый лучший будет в городе. Подобран очень грамотно. За несколько дней до открытия территорию обрабатывают от клещей и других насекомых. Первых отдыхающих лагерей встретят уже 26 мая. Всего на пять смен готовы принять около трех тысяч школьников. Незабываемым летом в этом году обеспечит Ищатково. На базе учреждения образования общественного и дополнительного образования будут работать лагеря с дневным пребыванием с общим охватом 3511 детей. Кроме того, конечно же, у нас будут действовать круглосуточные лагеря 9-дневные, военно-патриотической направленности на базе воинских частей 55-27 и на базе воинской части 20-392. Запланированы и 9-дневные палаточные лагеря, дискотеки, спартакеады, конкурсы, песни и танцы у костра. От ребят нужны лишь шорты и кепка. Незабываемое лето им уже обеспечено. Ольга Васенда, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360. Этнические мотивы. В Бобруйске прошел юбилейный отчетный концерт ансамбля «Юность». В полуторачасовой программе не только эффектные танцы, но и необычная постановка, которая повествует о создании родного города. В «Легенде» есть все – от народных гуляний до царского приема. Артисты готовились к финальному выступлению с начала года. Детям очень понравилось, они этого ждали, готовились, мы вместе с ними готовились. Я сам участвовал в этом концерте. В целом все прошло круто, быстро, хорошо, ну, как говорится, с ветерком. Больше 55 лет ансамбль танца радует бобруйщан своим творчеством. Сейчас в коллективе около 30 человек. Ежегодно ребята привозят призовые места с областных и республиканских конкурсов. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»